Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И у меня просто потрясающее настроение, несмотря на то, что это видео я переснимаю уже второй раз. Сейчас расскажу, почему. В общем, сегодня у нас с вами пицца, и еще здесь огурчики, и морковка по-корейски, как она правильно называется. Я хочу поделиться с вами своей радостью. Просто я не могу найти себе места. Сегодня с утра я настолько радостна. Я знала, что у меня 100 тысяч подписчиков, и да-да-да-дам, что мне придет моя кнопочка. Но если честно, когда ты ее держишь в руках, это прям непередаваемое ощущение. Я желаю всем, кто завел свой канал на ютюбе, чтобы вы получили серебряную кнопку, а затем золотую, потому что это непередаваемые просто эмоции, это настолько рад. В общем, сегодня с утра, как сказала моя мама, я просто свечусь от счастья. Так, лыжи здесь, пожалуйста. Лыжи здесь, здесь написано Айка Эмили, 100 тысяч сабскрайберс. Красота, красота. Рецепт пиццы за 5 минут на лаваше будет в инфобоксе. Она просто нереально вкусная, посмотрите. И готовится в сковородке буквально за 5-10 минут. Даже какой 10, за 5 минут. Все очень просто. Вчера я, значит, сняла рецепт с мамы, а потом и мукбанг. С этой же пиццы. И получилось так, что, оказывается, звук не записался. Столько всего интересного рассказывала вам в видео, даже половину уже не помню. Обидно, что просто видео в мысорку я не люблю переснимать. Потому что, как правило, первое видео получается намного интереснее, чем второе. Во-первых, я не помню, что я рассказывала в прошлом видео. Про что именно я говорила. Рецепт я сверху еще звук записать смогу. А вот мукбанг. Пришлось переснимать. Ну, ничего, лишний раз пиццу съем. Что здесь такого? Когда мне принесли кнопку, я спросила, сколько я должна заплатить за доставку. Мне сказали, что ничего не нужно. Но я все равно решила пойти купить шоколадку от Нерсквик. И отдать вот этому парню, который привез мне кнопку. У нас в простонародье это называется ширинлики, так скажем. Я прям летала. Настолько я была рада. Да и сейчас летаю. Я сейчас покушаю и взлечу. Вчера я была в Асенхедмяте. Мне нужно было восстановить свой паспорт, который папа увез. Но я везде говорю, что я его потеряла. Потому что если в Асенхедмяте я скажу, что папа увез, они скажут, что пусть папа отправляет обратно. Поэтому я в видео тоже в последнее время говорю, что я его потеряла. Но можно считать, что я его и потеряла. Вот так вот, ребята. Вчера я была в Асенхедмяте. И там сейчас решаются вопросы только очень важные. То есть из-за коронавируса некоторые люди идут туда, чтобы, не знаю, получить бумажку из ЗАГСа или развестись. А государство говорит о том, что сидите дома, пожалуйста, сидите дома. Только люди, которым действительно крайне необходимо пойти и сделать документы. Пусть только они идут, чтобы не было, знаете, скопления массы людей. Я пошла за паспортом. Там, кстати, не пускали. Они сказали, что сначала позвоните на горячую линию. Они должны выяснить, действительно ли вам жизненно необходимы вот эти документы, за которыми вы пришли в Асенхедмят. Я объясняю, что я не могу получить зарплату. Я не могу со своего счета взять деньги, понимаете. Я объясняю все тонкости, что в банке без паспорта не делают никакие операции. У меня есть ЗАГРАН паспорт. Я показала им ЗАГРАН. Они сказали, что ЗАГРАН – это за границей. То есть без паспорта никуда. Даже завтра заболеешь, не дай бог, в какую-то больницу. Тебе нужен твой паспорт. Вкуснейшая просто пицца. И приходят люди, мы хотим зарегистрировать наш брак. Мы хотим развестись. Ребята, вы придурки. То есть на улице вирус. Все говорят, что не выходите из дома. Это разве крайняя необходимость? И вообще в Асенхедмят я решила пойти как можно раньше, чтобы не контактировать, не контакчить ни с кем-то. Я подумала, что если я пойду прям ровно в 9 буду там, когда открывается, да, то не будет очередей. И, соответственно, не будет контакта ни с кем. Так вот, я пошла в 9. Даже без 29 я была там. И у входа было около 30 человек. Потом подтянулись еще 20. Получилось, что где-то около 50 человек стоят у входа. Людям нужны какие-то документы. Я такая подумала, оказывается, я не одна такая умная. Все подумали так же, как и я. И решили пойти. Пойти пораньше и решить свои проблемы. Никогда не делайте так. То есть очень много умных людей, которые идут за документами. Именно как можно раньше. Один раз, кстати, я пошла в налоговую. Представляете, в 6 налоговая закрывается, а я пошла в 5. И там не души просто. Я без очереди прошла и решила свои вопросы буквально за 5 минут. Один раз утром я пошла туда. Там была очередь 80 человек. И, блин, я там сидела 3-4 часа. Даже истории вам снимала в Инстаграм. Кто давно подписан на меня, тот помнит. Вообще, я стараюсь по возможности своей истории из Инстаграма еще и заливать в Ютуб. То есть, когда там стоят опросники, все там в комментариях какое-то мнение пишут, что-то пишут, но это уже старая история, которые, например, были вчера. Все-таки в Ютубе аудитория больше. Эти люди не подписаны на мой Инстаграм, чтобы они тоже могли видеть мои истории. Не все, конечно, выкладываю, но стараюсь в последнее время как можно больше истории выложить в Ютуб. Хотел Макдональдс сегодня заказать. Давно у меня не было. Никаких синий Макдональдс. Обожаю воду с лимоном или чай с лимоном, но, к сожалению, мне нельзя по показаниям здоровья пить очень много воды с лимоном или кушать просто лимон. Но я просто обожаю лимон. Это просто самое любимое. Еще, кстати, я видела видео, поделилась с вами в сообществе, есть Ютуб-канал, по-моему, китайский. И они помогают животным и снимают видео про это. Например, кошка застряла в трубе в какой-то или собака там с щенятами где-то голодает. В общем, они помогают таким животным, снимают подобные видео, заливают в Ютуб. Загляните в сообщество и тоже подпишитесь. Мне кажется, у таких ребят должно быть очень много подписчиков. У них там миллион с чем-то, по-моему, аж 2 миллиона. Но просто хочется сказать браво таким людям. Я считаю, что такие каналы должны набирать как можно больше подписчиков. И не знаю, я всегда ставлю лайк этим видео, просматриваю всю рекламу. Я считаю, что каждый из нас должен так делать. Вот некоторые, знаете, умники сидят и пишут, строчат в комментариях, какая показуха, ой, специально для видео, специально для просмотра. Первое, знаешь, что если ты такой умный, встань, то уже сделай что-то хотя бы для видео. Как меня бесит. Иногда вижу такие комментарии, меня реально это раздражает. Какие же люди, как сказать, злые. Ты не делаешь добро, Бог с тобой. Когда кто-то делает, хотя бы заткнись, поставь лайк и поддержи. Например, видела видео, как один парень подходит к бабушке, которая продает семечки и покупает все, что у нее есть. И орешки, и семечки. И она такая радостная. Знаете, человеку под 80, наверное, может даже под 90, пожилой человек. Читаешь комментарии, ой, показуха, специально для видео. Так давайте все снимать такие видео. А что, почему нет? Вместо того, чтобы общество поддержать таких людей. Да, я согласна, что человек может снимать подобные видео, чтобы набирать подписчиков. Но это лучше, чем набирать подписчиков путем того, что, например, хамить полиции, ругаться матом. Вот другие люди так вот делают. Я просто не буду называть имена, зачем мне пиарить таких людей. Но я и сейчас считаю, что если блогер через слово ругается матом, ведет себя как последняя и люди подписаны все это смотрят, я считаю, что эти люди просто не уважают себя. Вот я смотрю на подписчиков таких людей и я считаю, что эти люди себя не уважают. Оскорбляет других блогеров, кидается на всех, знаете, ведет себя как последняя ше. вот честно. Я считаю, что когда ты делаешь добро, если ты показываешь это, ты мотивируешь и других людей делать добро. вы бы видели, как бабушка обрадовалась, когда у нее купили все семечки. Она такая говорит, господи, у меня никогда не было такого хорошего клиента. Как же вкусно, ребята, как же вкусно. Вообще, у меня тоже есть такие идеи. Например, снимать видео, как мы идем с подругой, покупаем очень много корма, идти в приют и просто отдавать эти кормы, потому что деньги, не знаю, насколько деньги действительно доходят, но заниматься какими-то благотворительными делами тоже. И снимать видео, почему? Может, вы тоже живете в Баку и тоже были бы непрочи, например, помочь животным, но, например, не знаете, где находятся приюты. Я верю в это, реально. тем самым я мотивирую вас делать что-то доброе. Вкуснотища. Просто это вкуснотища. Совсем забыла про морковку. Где моя вилочка? Много, конечно, морковки мама положила. Люблю я корейскую морковку. А еще больше я люблю спаржу, ребята. А если кто-то знает, где можно в Баку купить спаржу, то обязательно пишите в комментариях, потому что я уже несколько лет ищу ее. Яркий макияж, мне кажется, я выгляжу старше своих лет. Да? Да? Когда я выпиваю всю воду, я делаю так. Макияж, обожаю лимончики. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Я сейчас просто со скоростью света смонтирую это видео и кину для вас в YouTube, потому что материала нету, а видео каждый день по расписанию должно быть. А я вам в свою очередь желаю приятного аппетита, удачного дня всем пока!